Очень хотим, чтобы... Самый любопытный момент в предвыборных гастролях – выбор аудитории, перед которой агитируют кандидаты, рассказывая о своей программе, заодно критикуя оппонентов. Претенденты на президентский пост из верхней половины рейтинга словно разделили своих избирателей по кластерам. Вот, например, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и до недавнего времени лидер предвыборной гонки начала одесская турне со встречи с айтишниками, которые, по такому случаю, подарили ей булаву, распечатанную на 3D-принтере собственной разработки. Новый экономический курс базируется на переходе от сировинной, застарелой, отсталою экономики до экономики инновационного развития. Вот та, которая дает надприбутки, в сировине мы получаем 1-2% прибутки, а когда мы действительно переходим на инновационные технологии, как, например, друг на 3D-принтерах, мы можем отримать от 100% прибутков, а по окремым выработкам до 300-400% прибутков. И я очень счастлива, что я сегодня, пребывающей в Одессе, смогла зайти на родное украинское предприятие. Позиционирующий себя как кандидат-производственник, экс-вице-премьер-министр Александр Вилкул, первым делом отправился на Ильичевский судоремонтный завод. По мнению штаба кандидата, именно люди труда, основной его электорат. Судоремонтникам Александр Вилкул рассказывал в том числе и о налоговой реформе. Первый этап – 15% подоходный налог, 15% НДС и 15% налог на прибыль. Выведем бизнес из тени, увеличим поступление на самом деле в бюджет и еще снизим налоги до уровня 12-12-12, для того, чтобы создать одни из лучших условий в мире для привлечения инвестиций, как украинских, так и иностранных. И основная часть налогов будет не уходить в Киев и там растворяться в бездонных карманах, а оставаться на местах. Еще один кандидат от оппозиционных сил и еще один экс-вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в Одессе заявил встречу с малым и средним бизнесом. И отправился на привоз. Выслушав жалобы торговцев на условия труда и на жизнь в целом, кандидат пообещал навести порядок в случае успеха на выборах. Малый и средний бизнес требуют поддержки, требуют снижения тарифов, требуют доступных кредитов. Это везде по всей стране. И это будет сделано после смены власти. Это одна из частей моей программы. Помощь людям, которые сами зарабатывают себя на жизнь, сами строят свое будущее. А вот действующий мэр Львова Андрей Садовой для встречи со своей аудиторией выбрал одно из коворкинговых пространств. За последние пять лет эти альтернативы тесным офисам получили популярность в Украине. Мэр Львова следит за трендами и делится своими планами на будущие избирательные кампании. Я про объединение начал разговор с Вакарчуком. Я дякую ему за его желание быть активным в политике и идти в парламент. Чи штовхать людей в парламент. Мне приятно, что Анатолий так же споведует такие принципы. И я хочу, я думаю, что мы все-таки дойдемо до таких дебатей, до таких разговоров, чтобы лучше побачить ху и с ху. Наступный крок – это тот же самый, ну, с Дема-Альянсом, слава Богу, у нас везде такая тесная близка співпраця. Я думаю, что мы разом пойдем и на парламентские выборы, и на местные выборы. Я бы хотел, чтобы мы и силы людей сюда же подтянули, чтобы везде была одна потужная, великая политическая сила. Лидер же всех социологических опросов, шоумен и медийный менеджер Владимир Зеленский, как таковых встреч с избирателями в Одессе, не проводил и даже избежал традиционных мероприятий для журналистов. Пиар-отдел Зеленского всячески ограждает своего кандидата от традиционных методов ведения кампании. Никаких митингов, поездок на рынки и предприятия, никаких дебатов с оппонентами. Достаточно видеообращений, записанных на смартфон и выложенных в интернет. Рейтинг не падает, значит курс верный. Давай запомним этот момент в жизни, это мгновение в жизни, на лавочке, на лонжероне в Одессе, мы говорили об этом. Я думаю, что тенденция сработает в близких Украине территориально и исторических государствах. Эта тенденция может сработать. Я думаю, что нас ждет интересные события, ждут в бывших странах СНГ и может быть даже в ближней зарубежье. Омоложение политической элиты. Это какая-то смена общего отношения строительства государства. До дня голосования остается чуть больше месяца. Возможно, мы еще раз увидим в Одессе этих же политиков, но уже в другом электоральном окружении. Виталий Химий, телеканал Репортер.